В начале октября 1913 года, в дождливую погоду, два джентльмена в Москве шли по улице Дмитровка и решили зайти в новое, вновь открытое Кабаре Максим, которое обещало выступление экзотических артистов, аргентинское танго с поцелуями, итальянские акробаты. Их внимание привлекли слова «Новость, индийский оркестр с танцовщицей Чуха-Муха». Надо сказать, что индийские музыканты впервые оказались в Москве, никогда никто индийских музыкантов не видел. В ориентальной такой классической музыке какие-то мотивы играли, но живых, ну играла Сакунтала, немецкого композитора, не помню, 19 века. Но это все была западная музыка с какими-то милизмами, с такой вот всякой экзотикой. И вот они зашли в это кафе, спустились в полуподвальное помещение, это Кабаре Максим. И в какой-то момент, в 2 часа ночи, акробаты и танцоры танго прекратили свои номера. И на сцене появились индусы в традиционных одеждах с экзотическими музыкальными инструментами. Вот. И они, значит, эти два джентльмена были Сергей Львович Толстой, сын Льва Николаевича Толстого, и поэт, лидер российских символистов Вячеслав Иванов. И они решили посмотреть, что же это такое за индийская музыка. Наверное, это, думали, будет что-то такое курьезное. Ну, как у нас в то время, как и у англичан, и у всех имперцев отношение было такое туземцы. Туземцы на своих экзотических инструментах будут что-то туземное исполнять. Вот. Но оказалось не совсем так. Оказалось, что номера были достаточно задумчивые и сложные по музыке, сложные по ритму, сложные по пению. Вот. А Сергей Львович Толстой в то время, он был учеником Танеева, и он начал заниматься музыкальной этнографией. То есть попытками записать на ноты, записать вот восточную какую-то музыку. Конечно, они испытывали большие сложности, потому что восточная музыка часто нетемперированная была, и с какими-то там четверть тонами. Вот. Но вот Сергей Львович всю свою жизнь потом занимался вот этой такой музыкальной этнографией, выпуская нотные альбомы шотландской музыки, индийской музыки. И когда концерт закончился, выступление закончилось, они подошли и познакомились с человеком, который руководил этим индийским оркестром, был Инаяд Хан. Тогда еще не Хазрат. Хазрат – это такой религиозный термин, как учитель, например, или такой человек, как гуру. То есть в мусульманском мире аналогом слова Хазрат является гуру. То есть человек, который уже достиг какого-то уровня и может учить других людей. Тогда еще Инаяд Хан был молодым человеком, он 1882 года рождения, а это все происходило в 1913 году. Вот. И несмотря на свою молодость, он уже был, наверное, 8 лет профессором, преподавателем музыкальной академии в Бороде. Борода – это столица штата Гуджарат, отдельное такое как бы княжество, достаточно большое, по-моему, третье по величине после Хайдарабада. Вот. И несмотря на свою молодость, он был профессором и автором книги «Монкар Мюзикар», которая была написана им в 1907 году по заказу Низама Хайдарабадского. Низам Хайдарабадский – это был, как бы, царь, можно сказать, огромной провинции Хайдарабад, самый большой в то время в Индии, самый богатый. Вот. И вот по просьбе этого Низама Хайдарабадского, Инаяд Хан был его придворным музыкантом, вот. Он написал книгу «Монкар Мюзикар», в которой он пытался различными способами записать индийскую музыку. К тому времени существовало две или три таких нотных систем, одна из которых была придумана Мула Бэкшем, который был дедом Инаяд Хана. Это запись 909 года, сделанная в Калькутте. Вот. Она обработана, из нее убрали шумы. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 войти за 30-40 минут то есть вот музыка как такое средство доставки высокие состояния но она потрясло и на это хана потому что он сам родился в семье музыкантов его дед мула бэш был опять же придворным музыкантом гайквара бородского его отец рахмат хан тоже был придворным музыкантом и маленькие на яд разговаривая со своим дядей о музыке и в то время уже индийская классическая музыка не очень хорошо понималась нужна некая наслушанность как вы знаете в любой классической музыки или начитанность чтобы понимать какие-то что автор хотел сказать или что композитор хотел передать вот вот таких людей имеющих такую музыкальную как бы начитанности их было очень мало вот и народ любил танцевальную какую-то музыку народная танцевальную танец палочками и прочее вот и на это по моему было лет шесть или семь разговаривал со своим дядей и тот горевал и говорил что вот к сожалению наверное уже вся музыка написана наверное все песни уже спеты вот и тут моя маленький на я посмотрел на него и говорит а тогда зачем же я родился то есть я родился для того чтобы новые песни новую музыку написать и что этот этот процесс и никогда не останавливается господь творит с помощью человека постоянно что-то новое вот и дядя был потрясен и обрадован что вот у них такой вот семье родился человек одну из проблем индийской музыки была была такая архаика то есть то что иногда даже с как бы деградации то есть если возможно вы знаете что индийская рага она строится по определенным законам определенные ноты последовательность но в целом она представляет собой импровизация то есть каждый раз музыкант играя какую-то одну рагу вот тем не менее он играет разные вещи и это не только допускалась но это всячески поощрялась и является традиции индийской музыки вот но не всегда последующие поколения были настолько талантливы чтобы улучшать иногда они ухудшали вот и тогда вот мула бэкш дед инаэдхана сказал что надо изобрести такую такую систему вот как есть у европейцев вот мы слушаем моцарта баха благодаря тому что это вот все было записано нотами и чтобы наша индийская музыка не исчезла мы тоже должны вот свои нотные какой-то систему придумать и эту музыку записывать передавать следующим поколением до системы есть и есть люди которые могут эту нотную грамоту разбирать но к сожалению она не стала так широко известный популярна как европейская нотная грамота и инаэдхан ездил с концертами по индии был профессором преподавателем музыкальной академии и предполагалось что после смерти мула бэкша он станет главой вот этой вот музыкальной академии сейчас это одно из самых одно из самых крупных музыкальных учебных заведений в индии большой комплекс из красного кирпича много зданий в котором учат всем 3 традиционному пению там ситар табла и так далее даже и но и есть факультеты европейской музыки вот сейчас секундочку и вот в какой-то момент он становится таким знаменитым популярным известным человеком который который везде приглашен звезда индийской музыки современном мире можно было бы сказать как там рави шанкар например такой индийский ситорист был вот и вдруг как это бывает иногда с мистиками он получает некий зов некий импульс вот согласно которому он должен покинуть вот это все в духовной традиции во многих духовных традициях есть такое понятие жертвы то есть чем-то человек чтобы взлететь выше подняться выше должен чем-то пожертвовать должен что-то оставить отбросить и так далее и вот такой молодой успешный знаменитый профессор становится дервишом ведет скромный образ жизни вот интересный момент что когда они оказываются в москве вместе с двумя братьями и дядей вот и наэт хан ходит в бане в третий класс а значит его и два брата младшие младшие братья и дяди ходят в первый класс для джентльменов вот понимать какие отношения то есть человек выбрал для себя путь дервишества путь такой аскезы и ну что же он пойдет в первый класс в бархатное заведение судуновских бань с каким-то шелковыми полотенцами и так далее вот он там с простым народом моется вот братья которые как бы не не являются какими-то там знаменитыми и прочими людьми вот ходят в первый класс тоже такой интересный момент можно можно из его истории наблюдать и вот оказавшись в америке тоже это происходит когда человек движется происходят чудеса человек который настойчиво приглашал его в америку известный американский музыковед профессор хотел тоже исследовать и индийскую музыку из первых уст услышать вот он к сожалению погиб во время трагедии титаника вот и когда тогда же не было таких сообщений что вот когда они прибыли по означенному в означенное место оказалось что этого человека уже нет но тем не менее вокруг иная тхана каким-то волшебным образом так работает магнетизм вокруг него как бы вещи соединяются они слепляются то есть вот знаете как говорят про человека вот у него не клеится за чтобы он не взялся у нее не клеится у него распадается бывает наоборот что все клеится все все происходит и даже вроде бы ситуация плохая но пусть что-то появляется еще еще лучше его приглашают давать концерты в индуистском храме недавно открытом лос-анджелесе нью-йорке его приглашают концертные залы ты волосов и и так далее ну ты усов и были люди которые поддерживали иная тхана за все его время пребывания на западе так как как вы знаете блаватская основала тассовская тассовский общество тассовский орден со штаб-квартиры в одиаре в индии и это были такие просвещенные иностранцы которые на самом деле как бы их курьезно не выглядела елена петровна блаватская которая пишет свои книги в дебрях индостана мы с полковником олькотом отправились в джунгли на поиски затерянных городов в порт шезах каждый из которых несла в 16 человек и мы курили голландские сигары чтобы не так страдать от комаров вот и когда мы думаем что такая отважная путешественница значит елена петровна блаватская вот в паршезе которые несут 16 индийцев куря куря сигару чтобы комары не досаждали вот но тем не менее несмотря на всю эту курьезность и фантастичность это были люди которые положили основу антиклониального движения то люди которые сказали это не туземцы это это люди они в некоторых вещах они значительно цивилизованнее более продвинуты чем мы европейцы и это было такое революционный взгляд потому что ну понимаете тогда были большие империи английская российская но вот такое отношение пренебрежительное было и наэт хан в девятьсот десятом в девятьсот одиннадцатом году ездит уже по америке и знакомится с танцовщицей руфь которую звали руфь сэндени вот чем она замечательна она стала танцевать будучи такой классической танцовщицей она стала танцевать пытаться воспроизводить какие-то танцы греческие там всякие восточные вдруг появляется профессор иная тхан и она обращается к нему с просьбой чтобы он ей показал какой-нибудь танец научил ее какому-то танцу вот и у иная тхана в его книге манкар музыкар есть целый раздел посвященный индийскому танцу в котором он объясняет всякие положения рук и ног и так далее вот описывать что и как должна делать танцевщица могу я попросить следующую и вот эта запись руфь сэндени уже в сороковые годы ей уже за 60 она показывает индийский танец которому который на эту поставил длинию а а а Hayır а яр для кувами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы можем сказать Ну вот надо написать музыку для кинофильма Или музыку для рекламы сделать Или еще что то такое Но вот в те времена Люди, которые занимались музыкой Многие из них занимались ею Как способом медитировать И как я уже говорил По признанию Инаэт Хана, вместо 6 часов непрерывной медитации 30-40 минут занятий музыки приводили человека в такое состояние, возвышенное. И Инаэт Хан, когда стал практиковать какие-то упражнения, мы видим вот этот навык с детства, навык настойчивости в занятиях, упорства, в достижении цели, отрабатывании каких-то вещей, которые не получаются. И вы знаете, есть такая книга, сейчас вылетела из главы, в другом полушарии сейчас, автор ее, американский журналист, говорит о том, что для того, чтобы стать знаменитым и гениальным, нужно потратить на что-то 10 тысяч часов. И это исследование достаточно глубокое на протяжении 20-30 лет проводили и расспрашивали всех людей, музыкантов, художников, которые чего-то достигли, ученых, как давно они этим занимаются, сколько времени они на это тратят. И вот обнаружили такую удивительную особенность. Если вы 10 тысяч часов на что-то потратили, то вы становитесь заметны. Я не знаю, что бы человек ни делал, если он 10 тысяч часов вырезает какой-нибудь нетский, или рисует картины, или занимается музыкой, и результаты проявляются не сразу. Одного таланта недостаточно, нужно еще и упорство. Ну, конечно, способности, потому что Инаэтхан сам, например, там, они говорили на Урду в семье, он в 9 лет выучил язык Марадхи, на котором говорили брамины. Для чего? Для того, чтобы с ними общаться. После школы он приходил в какой-нибудь индуистский храм, и там он общался с браминами, расспрашивал их о традиции индуизма. И когда его спрашивали, а как твое имя? А надо сказать, что в Индии по имени определяют принадлежность к религии. И он говорил, мое имя Инаэт, Инаэт, желанный, или благословенный. А брамин говорил, нет, 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 это неправильно, твое имя Винаек. Вот. Винаек у индуистов означало принадлежащий Вишну, богу Вишну. Вот. И такие, такие вот с детства обнаруживались способности. Они занимались и классической музыкой, вот. Играли на фортепиано и шопены и так далее. И музыкальная академия Бороцкая готовила людей, умеющих играть на европейских инструментах. Во-первых, потому что это было очень нужно для оркестровой музыки. Оркестровая музыка такая существовала в Индии в форме парадной музыки, когда какие-то шествия или парады или что-то такое происходило. Надо сказать, что Индия тогда была колонией Великобритании. Вот. И поэтому, когда кто-то приезжал, какие-то там гости, то исполнялась для них такая музыка, вальсы и так далее. Многие индийские музыканты, которые учились в академии, они владели европейскими инструментами. Вот. Но в то же время Инаэт Хан сожалел о том, что индийская музыка не породила полифонию. То есть она, вот индийская музыка, она не полифонична. В ней не было традиции полифонии. И была мечта у некоторых таких продвинутых, ну, либеральных, неконсервативных индийских музыкантов, как бы вот так вот соединить, соединить европейскую и индийскую музыку и вот этот синтез и обогащение, импровизационный аспект индийской музыки и западной полифонии и прочее, как бы вот произошел бы значительно больше эффект. Это такая была у него мечта. Вот. И вот он оказывается в Европе, и он играет индийскую музыку. И вдруг он обнаруживает, что ее не понимают. Он вкладывает все максимальные усилия, талант, исполняет какие-то глубочайшие раги и так далее. За исключением каких-то отдельных людей, его музыку не понимают. Вот. И это его удивило, но когда он выступает с лекциями и демонстрациями индийской музыки, он рассказывает о том, что играется, как играется, почему играется. И вот вдруг происходит такой феномен, что люди начинают просить его, вы нам расскажите. Вот. Потому что, как бы, интерес к Востоку был, но аутентичных каких-то людей, он был такой романтический интерес, но аутентичных учителей было очень мало, таких настоящих. Вот. Потому что, если мы там знаем, Йокра Мочерака и его какие-то книги, на самом деле это Ричард Альперт, и, в общем, никакой он не Ромочерака, и много таких вот персонажей было на интересе к Востоку. Вот. Айнаэтхан был настоящий. И люди и просят его, чтобы он рассказывал, и он в какой-то момент говорит, мне пришлось оставить мою музыку, потому что люди постоянно спрашивали, и просили, чтобы я им объяснял те или иные вещи. И потом дошло до того, что не имея возможности спросить у своих собственных священников какие-то сложные вещи из Евангелия, например, нищие духом. Что такое нищие духом? И вот с этим священники не могли объяснить. И тогда эти там теософы и такие ищущие люди, аристократии в основном, голландская, французская, приходят к нему и говорят, нам объясните, пожалуйста. И вот они спрашивают его о каких-то таких вещах, непонятных даже европейцам, которые описаны в Евангелии. Какой духовный, какой мистический смысл за этим, за всем спрятан. И на это хан объясняет, и вот вдруг его деятельность трансформируется в деятельность лекции. То есть он приезжает в какой-то город и начинает читать лекции на разные темы. Музыка, мистицизм, звук и так далее. Что это такое? Как это работает? И оказавшись в Москве в 13-м году, до этого в 12-м году в Париже он принимает участие в постановке, которую делал Люсиен Гетри, режиссер и актер, и постановка называлась «Кесмет. Судьба». И там Люсиен Гетри решил соединить такое синтетическое искусство, сделать, чтобы там была классическая музыка, индийская музыка. Индийскую музыку должны были играть настоящие индийские музыканты. И вот вдруг и наэт хан там оказывается. Чтобы по сцене шли верблюды, но не нарисованные, а настоящие верблюды. И это было такое феерическое действие. Там курились благовония, разные подсветки какие-то, были. Это было, в общем, такое отличное от традиционного театра явление. И когда и наэт хан оказывается в Москве, он знакомится с молодым режиссером Александром Таировым, который мечтает о создании своего собственного театра на основе каких-то других принципов. Потому что в то время уже зарождался театр Мейрхольда, авангардный, супрематический театр. Вот был театр МХАТ, понятно, такой художественный театр. Был малый театр, который показывал классические вещи, там, Островского и так далее. И вот Таиров, он мечтал о том, чтобы создать такой театр мистериальный. И он просит и наэт хана, чтобы тот написал музыку для первого спектакля. А первый спектакль решено было поставить Сакунталу или Шакунталу, пьесу в переводе Константина Бальмонта, который дружил со Скрябином, и наэт хан несколько раз посещал в Николо-Песковском переулке Скрябин и показывал ему индийскую музыку. Скрябину она нужна была для постановки его мистерий. И тогда вот разговоры мистерии, что вот некое действие, которое должно произойти, и вот эта вот мистерия, она должна повлиять на тех, кто в ней участвует, на тех, кто находится рядом и так далее. И с помощью Сергея Львовича Толстого и Владимира Ивановича Поля оба ученики Танеева и наэт хан записывает 16 хиндустанских мелодий для фортепьяно. И эти мелодии потом в оркестровом исполнении звучали уже в первом спектакле Александра Таирова Шукунтала, который состоялся 25 декабря 1914 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фортепьяно-исполнение, потому что есть оркестровое исполнение, которое в спектакле небольшой оркестр играл под управлением Бакалейникова. Бакалейников потом впоследствии эмигрировал и более 50 голливудских фильмов писал музыку и управлял оркестром. Это вот одна из первых попыток взять медитативную восточную музыку и переложить ее на европейский язык. В оригинале, конечно, она звучит быстрее и некоторые номера предполагались танцевальными, шествиями и так далее. Но вот эта недавно запись, которую мы сделали, мы поставили себе целью попробовать конвертировать обратно. То есть из медитативной музыки сделали театральную, и мы постарались из театральной музыки сделать медитативную, так, чтобы можно было ее спокойно слушать и, ну, как амбиентную, скажем, музыку, или как музыку сати. За время своей жизни в Европе множество произошло историй курьезных, так, например, Инаэт-хан вместе со своими братьями, по-моему, один месяц сопровождал индийской музыкой выступление Мата Хари. Такая вот была танцовщица, которая, значит, оказалась шпионкой, которую казнили. Такая трагическая история. Вот, но Инаэт-хан относился к просьбам людей как к чему-то такому высшему. Если кто-то попросил, значит, это нужно. Вот она попросила, чтобы они сопровождали своей индийской музыкой, чтобы они сопровождали танцы Мата Хари. Но в отличие от Руфи Сен-Дени, он говорит, Мата Хари, она просто прибегала по сцене в какое-то место и принимала там позу красивую, стояла. Потом бежала в другую сторону и там принимала другую позу. Вот, и, конечно, это не было никаким индийским танцем, но, тем не менее, вот в его истории такой эпизод существует. Вот, и надо сказать, что, как это некурьезно звучит, варьете Максим или кабаре Максим, в котором оказался Инаэт-хан, и во время исполнения музыки иногда пробки от шампанского ударяли в потолок и так далее. Вот, но он сказал, что, ну, значит, Господь меня послал в такое место для чего-то, и, как ни странно, именно в этом месте он встретил и Толстого, и встретил нашего великого символиста Вячеслава Иванова, через которого он познакомился со Скрябиным и так далее. То есть, казалось бы, он оказался в таком вот месте, но, тем не менее, кабаре Максим, который основал Мулат Томас, известный антрепренер американский, вот, он приглашал лучших людей. Если это было аргентинское танго, то это были лучшие танцоры танго. Вот, и когда он соблазнял в Париже и на Эдхана, он говорил, что вы будете выступать перед такими людьми, такими высокопоставленными и все такое прочее, действительно, оказалось, что регулярными посетителями кабаре Максим были великие князья, вот, и через которых предполагалось, что, значит, будет показана вот эта вот пьеса Шакунтала, в которой Небесная Дева, живущая в лесу, это дочь Небесной Девы и Отшельника, встречает царя Душанти, и тот обещает на ней жениться, и, в общем, там целая история, он едет обратно к себе домой, и там он теряет кольцо, которым он обручился с этой бедной Шакунталой. Шакунтала хочет принести себя в жертву и поет песню йогов перед статуей Шивы, вот, и Шива, значит, каким-то образом воскрешает память царя, и царь понимает, о, там же в джунглях прекрасная девушка Шакунтала, и он с процессией, с огромной процессией возвращается в лес, и там вот они соединяются, и все это заканчивается, как в индийском кино танцами, и всяким таким хорошим, вот, и на этом спектакле он произвел большой фурор, вот, на нем присутствовал весь цвет, и его хвалил Станиславский, вот, а Станиславский достаточно ревниво относился к Таирову, так как Таиров переманил его главную приму Алису Коунын, переманил к себе в театр, вот, Алиса Коунын была такой вот звездой МХАТа того времени, но, тем не менее, это такая ревность творческая, когда человек гениальный, творческий, видишь, что что-то сделано хорошо, прекрасно, то он смиряется с этим, а декорации для балета Шакунтала, или для мистерии даже, как ее называли, писал Павел Кузнецов, такой известный художник, который открыл ориентальную ветку, и он ездил в Самарканд, в Бухару, и есть его литографии, цветные литографии, черно-белые литографии, и вот такой ориентализм в живописи у нас, в России, из которого потом появилось направление туркестанского авангарда, Устам Умин, Курзин, Уфимцев и так далее, вот, люди, которые пытались воспевать что-то такое тонкое, невидимое, что есть в восточной культуре, хотя это, конечно, там на картинах выглядит, как там какие-то прекрасные здания, или чайхана, в которой люди сидят и пьют чай, но вот за этим питьем чая что-то такое было, не просто так вот они пьют чай, а было что-то такое особенное, вот, и даже здесь мы видим, что в музее Бахрушина около 40 или 50 рисунков Павла Кузнецова с костюмами, со сцены и так далее, и Нейтхан тоже в этом принимал участие, то есть косвенно он коснулся вот этой линии постверещагинской, у нас таким ориенталистом был Верещагин, но он просто как фотографировал что-то такое и изображал, это было такое физическое изображение Востока, но с Кузнецова началось изображение скрытого и духовного. Я могу прочитать, например, отзывы, это интересно, как такой документ эпохи, газета «Раннее утро», 6 марта 2014 года «Индусская музыка». Вчера на публичном заседании этнографического общества демонстрировалась индусская музыка. Пять индусов в яркоцветных шелковых нарядах на своих национальных инструментах исполнили ряд образцов индийской музыки в ее постепенной эволюции, существовавшей 5000 лет назад, музыки бога йогов Шивы до нашего времени. Музыкальное исполнение сопровождалось кратким историческим очерком. Оригинальные музыкальные парамотивы периода Шивы постепенно космополитизировались. В образцах XIV-XV веков слышны знакомые мелодии Востока, сплетающиеся уже с чисто европейскими мотивами, и чрезвычайно оригинален ритм индусской музыки с непривычным для нашего уха паузами и перерывами. Характер мелодии рисует ярко и отчетливо. Большинство из них проникнуто мистическим настроением. Индусские музыканты играли на отдельных инструментах, выступали своеобразным квинтетом, пели соло и с хоровым аккомпанементом. У переполнившей аудитории Политехнического музея публики экзотическая музыка имела большой успех. В зале находилось много популярных музыкантов и режиссеров. И надо сказать, что во время одного из таких концертов, по окончанию, одного из концертов по традиции московской молодежи, театральной, из повозки были выпряжены лошади, в нее впряклись молодые люди и привезли из консерватории, из зала консерватории, на Петровку, привезли, значит, Инаяд Хана в карете. Такая была традиция. Но она и театральная, не только была музыкальная традиция, также и шаляпина возили. Можно потом всю жизнь вспоминать, я шаляпина возил. Но в 2014 году Инаяд Хан в мае месяце покидает Россию, потому что он должен участвовать в Париже, в Международном музыкальном конгрессе, и там он представляет индийскую музыку. У него в планах возвращение, потому что спектакль Шакунтала только-только в процессе разработки, но тут начинается Первая мировая война, границы закрываются, вот, границы, закрытие границ в Европе, это не первый раз наблюдается, вот, и они только, Инаяд Хан переписывается с Сергеем Толстым, с Владимиром Полем, с Ольгой Такки, оперной певицей, которая становится представителем суфийского мистического ордена, в России, Сергей Львович Толстой, представитель музыкального общества, и Андрей Балакин, также представитель суфийского ордена. Андрей Балакин интересный человек, это молодой человек, который в первую революцию 905-го года варил бомбы, и он был учащимся Лазаревского института восточных языков, изучал фарсии и так далее. И в какой-то момент его ловят и, значит, должны его посадить куда-то там в ссылку или в тюрьму, и каким-то образом у него находятся покровители, по-моему, это был профессор Корж, один из наших великих востоковедов, и его вместо ссылки в Сибирь отсылают в ссылку в Египет, где, значит, он изучает восточную культуру и возвращается оттуда и поступает в военную разведку. То есть, очевидно, он там уже в Египте, так сказать, выполнял какие-то обязанности. И вот его представляют в качестве переводчика, его представляют к Инаэт-Хану, чтобы он писал на него, значит, там, что-то делал, кого он там соблажнял, так как Инаэт-Хан британский подданный, а с британцами велась большая игра в Афганистане, кто будет владеть Индией, кто будет владеть Афганистаном. Вот. И однажды Андрей Балакин просит, значит, у Инаэт-Хана такой личной аудиенции и говорит, знаете, вот меня приставили к вам следить и доносить все, что вы делаете. Вот. Можете, сможете ли вы меня простить, я не знаю. На что Инаэт-Хан засмеялся и сказал, что ты служишь своему начальству, а я служу своему. Вот. Имелся в виду божественному какому-то начальству. Вот. И Андрей Балакин делает перевод первой книги Инаэт-Хана о суфизме и издает ее в 2014 году в Москве. Вот. И, в общем, это тоже такой интересный момент. Андрей Балакин потом исчезает с горизонта вот и обнаруживается как офицер персидского казачьего полка. Надо сказать, что тогда иранского шаха охраняло несколько казачьих полков, состоящих из русских подданных. Вот. Но им нужны были люди, владеющие персидским языком, и Андрей Балакин оказывается офицером штаба вот такого вот персидского казачьего полка. и после революции он эмигрирует в Италию и принимает участие в Париже в заседаниях ориенталистического общества, русского ориенталистического общества, которое в Париже тогда образовалось. Они переводят стихи Амархаяма, переводят Хоржевского, кто читал, обсуждаются эти все переводы и так далее. Вот. Такая интересная судьба. Многие вещи становятся, открываются все больше и больше, потому что архивы сканируются, сканируются газеты, какие-то материалы, и мы узнаем все больше какие-то удивительные совпадения, переплетения и так далее. Вот. Когда казалось бы, вот был какой-то человек, да, но Андрей Балакин, потом он исчез непонятно куда. А вот сейчас появляются документы и вот мы узнаем такие неожиданные вещи о нем. Вот. Инаэт Хан в 21-м году поселяется во Франции и в Сюрен под Парижем, где он мечтает построить храм всех религий. Такой небольшой храм, в котором бы основной религии было бы музыка, искусство и что-то такой эстетический аспект. Не догматический аспект религии, а именно такой возвышенный. Он говорил, что на уровне идеалов, на уровне идеалов любви, гармонии и красоты между религиями нет никакой разницы. Вся разница появляется на уровне ритуалов. А вот вы как с какой стороны креститесь, как вы там. И тут, конечно, договориться ни о чем невозможно. Но на уровне идеалов все это едино. И в 26-м году, в конце 26-го года он отправляется в Индию. Вот так же он был приглашен несколькими университетами прочитать лекции. И, к сожалению, в 5 февраля 1927-го года он внезапно умирает, покидает этот мир в возрасте 45 лет. Но оставляя за собой традицию, которую продолжают его братья Махибуб хан, Мушараф хан, его дядя Али хан, в виде такого суфийского движения, можно так сказать, которое носит такой, опять же, не сектантский, а такой культурно-исторический бэкграунд у него. То есть объединительный. Не то, что разделяет людей, а то, что людей соединяет. Так, ну, наверное, мы поставим сейчас вот оркестровый, оркестровый вариант, как звучало шикунтало в сопровождении маленького оркестра, ноты были обнаружены в музее музыкальной культуры Глинке, вот, тоже так с 14-го года больше не игрались, вот, прошу, это оркестр сезоны, сезон, московский. Играет музыка. Играет музыка. Вот, чтобы было понятно, именно вот такая музыка звучала во время шикунталы. Шикунталы не спектакль с текстом, он был как пантомима, он разыгрывался как пантомима, у людей было либретто, они понимали, о чем идет речь. Вот. Ну, надо признать, что это вот были первые попытки синтеза восточной и западной музыке, первые какие-то шаги, которые реализовались, ну, может быть, вот последние 20 лет, когда этническая музыка стала исполняться, такие коллективы, ну, там, Нусрат Фатех Алихан, исполнитель Кавали, вместе с Питером Габриэлом, и так далее, и вот уже Дживан Гаспарян вместе с Майклом Бруком, дудукист, с электронщиком, то есть появление такой музыки уже стало нормальным, и уже никого не удивляет, если какие-то восточные мотивы звучат среди европейских гармоний, я хочу поставить, можно следующее? Нет, нет, следующее видео, пожалуйста. Вот, это молитва Инаэт Хана, музыкальная молитва в исполнении Павла Провина и Геннадия Лаврентьева. Можно послушать, как уже синтез звучит восточный и западный музыки. Ну, уже и армянский. Геннадия Инаэт Хана, Инаэт Хана, Инаэт Хана, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И Найдхан несколько раз выступал в таких радиотрансляциях на большей территории. Но вы знаете, что в французских колониях, Алжир, Марокко и прочее, во Франции тоже присутствовал ориентализм. Это интересно, что первые попытки трансляции этнической музыки тоже при участии Найдхана состоялись. Но, наверное, что можно сказать? Вы тут все занимаетесь так или иначе музыкой. И, наверное, идея того, что музыка является таким инструментом для развития, для духовного совершенствования, для познания себя и познания мира. И если мерить все деньгами, успехом, контрактами и так далее, ну, наверное, не существовало бы такого количества заведений, в которых люди учатся чему-то высокому. Служению Аполлону, собственно говоря, не Меркурию. Меркурию кому повезет, отдельно взятые люди, вдруг им получается и Меркурию тоже служить, которая им за это платит. Но в основном, насколько я по жизни встречаю музыкантов, это служители, жрецы Аполлона в основном. От трудов праведных не нажить палат каменных, как говорят на Руси. Спасибо вам огромное, что вы нашли время прийти. Два маленьких, ну, они не маленькие на самом деле. Первый вопрос, если можно, и если есть информация, можно чуть более подробно раскрыть факт знакомства и общения и Наят Хана с Александром Николаевичем Скрябином, показывали ли Скрябин ему свою музыку? Как один реагировал на другого? Там какие-то, может быть, были обмены философскими идеями, мистическими идеями? Ну, то, что мы знаем, описано в двух источниках. Сам Наят Хан описывает встречу со Скрябином, и он говорит, что Скрябин явно был недоволен тем состоянием музыки того времени. Он искал какие-то новые ходы, и вплоть до того, что идея была созданием мистерии, для которой в Индии покупалась земля, на этой земле должен был быть построен особый храм, там должна была быть использована цвета музыка, которую он вносил в партитуры и так далее. И он искал, Скрябин искал, чтобы кто-то ему из настоящих музыкантов показал индийскую музыку, но когда Наят Хан играл в традиции хиндустани, то есть североиндийской музыки, Скрябин сказал, ну, наверное, в ней что-то есть в этой музыке, какое-то неуловимое, но мы не можем этого понять, вот эту неуловимость, пока мы не можем понять. И они, нет, три раза, по-моему, они встречались и говорили, но вот детальных записей нет. От самого Скрябина нет, Сабанеев, Леонид Сабанеев, который был жизнеписателем, писателем, как бы Скрябина, его биографом и описывал какие-то вещи, вот. Но Сабанеев не был любителем индийской музыки, он считал, что это туземное, что это примитивное. Но надо ему быть благодарным за книгу, которую он написал о Скрябине, вот это точно. И там есть замечательный момент, в котором описывается беседа Константина Бальмонта и Скрябина после концерта. Вот. И Скрябин спросил, Константин, ну как вам понравилось то, что я исполнял, вот какие моменты вам понравились? А Бальмонт был поэтом, не был музыкантом. И он сказал, ну вот прям так понравилось, вот когда справа налево. И Скрябин был шокирован, как справа налево, вот. И что-то какое-то оскорбление для него, как для музыканта было. Ну там какая-то конденция, там какой-то переход, нет, справа налево. И он в лице переменился, и тут жена Скрябина сказала, что Сашенька, ну ведь Константин Александрович так прекрасно тебе сказал, что ты целуешь звуки пальцами. И тут Скрябин расплылся в улыбке и, в общем, простил. Вот это справа налево, простил его. И вот за это можно быть Сабанеевым благодарным. Там много таких эпизодов, его книги чудесных есть. А не подскажете, Скрябин свою музыку и наятханну показывал? Я думаю, что да. Сабанеев не упоминает об этом? Нет. Я не думаю, что он постоянно присутствовал при всех встречах. Но вы же знаете, что дом в Никола-Песковском переулке наполнен музыкальными инструментами. И там и на втором этаже рояль, и на первом красный рояль. И, по-моему, там физгармония даже, да? На первом этаже, с левой стороны, там от входа физгармония стоит. Вот, конечно, там легко было показать, и наятхан мог показать, и на клавишном инструменте что-то. Но, видите, так случилось, что жизнь Скрябина оборвалась внезапно. Многое из того, что он... Кстати, и наятхан говорит, что если бы Скрябин прожил дольше, то он наверняка бы нашел ключ к соединению восточной и западной музыки. Вот такое вот. Второй вопрос. Ну, не знаю, насколько он может быть кратким в плане ответа. Вы можете нам, вот, двух словам, слушателям резюме по поводу изданной у нас с вашей издательской и редакторской помощью книги наятхана «Мистицизм звука». Вот мы периодически включаем какие-то отдельные фрагменты, даже в лекционный материал. Как вообще вот посчастливилось нам в России эту книгу издать, и какое место она, может быть, занимает такой философско-просветительской деятельности наятхана? Книга «Мистицизм звука» – это сборник лекций и наятхана, которые он читал на тему музыки. В разное время они были собраны, сгруппированы в один такой том уже после смерти и наятхана. Вот. Кроме суфийского послания о свободе духа и книги о музыке Манкар Мюзикар, он не писал книг. Все, что мы знаем, вот этот вот тринадцатитомник, это сборники лекций, которые сгруппированы были редакторами, его последователями и наятхана на разные темы. «Единство религиозных идеалов», «Психология мистицизм», «Психология философии мистицизм», «Книга «Мистицизм звука», «Очищение ума» и так далее. Это все сборники лекций. Вот. Какое влияние, но оно неожиданно оказало влияние, просто многие… Ведь это редкий случай, когда о музыке пишет музыкант и говорит музыкант. Обычно же музыкант играет, а потом приходят музыковеды и критики и говорят, вот так играл или редак играл, что-то мы там почувствовали, не почувствовали. А здесь сам практикующий музыкант, великий музыкант индийский, признанный, рассказывает о музыке, о ее глубинных механизмах, о том, как она воздействует и так далее. Со всей его эрудицией, со всей широтой. Его познаний. Неожиданно эта книга «Мистицизм звука» оказалась в ходу. Все началось, по-моему, с Томилой Джанни Заде, которая преподавала в Гнесинке. Она ввела в обиход. И потом постепенно, постепенно во всех заведениях, в которых изучают и обучают музыке, вдруг эта книга стала всплывать, появляться в докладах каких-то, какие-то цитаты из нее стали появляться. Но, опять же, никто намеренно этого не делал. Просто была издана книга, переведена с английского языка. Но вот неожиданно она, по-моему, пять или шесть переизданий. Но ее считал, лучшей книгой о музыке ее считал Штокхаузен, например. Так неожиданно. Хотя где Штокхаузен и где Инает Хан, но тем не менее. Я знаю, что большим поклонником Инает Хана является основоположник электронной музыки Терри Рейли, американский музыкант. Филипп Глаз, Стив Райх. Все так или иначе эту книгу читали. Известный джазовый музыкант Колтрейн. Также несколько посвящений музыкальных Инает Хана было. Не знаю, это достаточный ответ. Спасибо. Да, в целом, да, прекрасный ответ. Если кто-то из студентов-педагогов захочет ознакомиться с этой книгой, сегодня выяснилось, что она у нас даже есть в библиотеке, наш библиотечный экземпляр. Так что можно обращаться к Алье Викторовне. Мы еще раз благодарим Сергея за возможность встречи, общения и знакомства. Спасибо, Ренат, что пригласили. Вам спасибо и Маргарите спасибо. Спасибо.